В преддверии праздника 8 марта в Измаильской картинной галереи в 21 раз открылась выставка «Красота, сотворенная женщиной», приуроченная к Международному женскому дню. Директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова и начальник отдела культуры Сергей Лузанов поздравили участниц и гостей с этим событием. Выставка превратилась в настоящую коллекцию произведений искусства и она становится с каждым годом все интереснее и все богаче. Поэтому всем, кто эту выставку придумывал, всем, кто эту выставку создавал своими руками, хочется сказать огромное спасибо. Мне так кажется, что не будь нас, сильного пола, выставка была бы не такой интересной. Мы ведь, наверное, тоже как-то там вдохновляем, как-то это все стремимся поддержать. Поэтому гармония, которая в этой выставке, заставляет желать, чтобы эта выставка продолжалась с праздником, с весной, с выставкой, с наступающими всеми праздниками, которые нас ждут. Поэтому всех нас с тем творчеством, которое живет и воплощается в этих замечательных работах. Более 500 работ 75 художниц и рукодельниц Измаила, Новой Некрасовки, Арциза, Килии и Рени разместили в двух больших залах музея. В весеннем праздничном вернисаже представили 46 живописных и графических картин, около 300 изделий декоративно-прикладного искусства и 65 вышивок. Трудно выделить кого-то из мастериц особо, ведь каждая работа – это произведение искусства, в которое автор вкладывает не только усилия, но и душу. Организаторы выставки поблагодарили гостей из соседних городов, которые, невзирая на сложности транспортировки, регулярно радуют измаильчан своими работами. Особой изюминкой этой весны стали сувенирные куклы в гагаузских национальных костюмах. Они никого не оставили равнодушным. С весной, с праздником, с таким настроением, которое создает эта выставка, мы принимаем участие, наверное, с первой выставки, с 96-го года. Спасибо, что вы нас приглашаете, мы ваши соседи, мы рады показать себя, посмотреть на ваши работы. Первого взгляда посетителей привлекла необычная мини-выставка – образ женщины в искусстве квилинга. 30 фотопортретов измаильчанок подготовила молодая, талантливая рукодельница Валерия Куракина. Это уже моя вторая выставка в технике квилинга. Первая выставка была всего лишь полгода назад, но она была больше ориентирована на детскую аудиторию. Сегодня это для взрослых. Я хотела показать, что квилинг может быть интересен не только детям, но и взрослым. Спасибо всем женщинам, которые согласились участвовать в моем необычном проекте. И интересно то, что практически ни одна из женщин до сегодняшнего дня не видели свои портреты. Высоким мастерством, разнообразием техник и выбором сюжетов поражали вышивки, декупаж, керамика, вязание и шитье в исполнении постоянных участниц вернисажей из народной студии «Искусница» и городского клуба «Фантазия». Как правило, мы приносим сюда работы самые лучшие, самые красивые, которые вдохновляют и душу, и сердце, любуются и светятся глаза, когда их смотрят, рассматривают, вспоминают все свое детство, юность и любовь. И поэтому самые лучшие картины у нас присутствуют, наших рукодельниц. Не отставали от них и новички. Для мастериц из народной студии «Искусница» эта выставка была дебютной. Они представили необычное платье. Ну, а наши работы представлены в разных техниках. Это изделия из кожи, это бисероплетение, интерьерная игрушка, вышивка, декупаж. И в этом году мы открываем два новых имени. Это Касап Ивана Ивановна и Келимбет Оксана Дмитриевна, учителя, преподаватели первой школы, работают в технике вязания крючком «Ирландское кружево». Это мое любимое занятие. И в таком состоянии я просто забываю обо всем. И мне кажется, что лечится и душа, и тело. У меня был очень хороший учитель Галина Ивановна. Она приехала к нам из Минска и научила нас вязать крючком. А потом, когда я уже переехала в Измаил, мы познакомились с Иванушкой. И мы начали вязать вместе. А теперь решили прийти к кружево? Да. Для того, чтобы научить этому полезному, красивому занятию и других женщин тоже. Радовать красотой глаза других женщин. Ну и не только, наверное. Особенным стал этот день и для измаильской художницы Любови Борисенко. Ее приняли в свой творческий союз художники города. Ну а полюбоваться удивительными работами, созданными талантливыми женскими руками, можно будет на протяжении ближайших двух недель. Ведь на очереди новые интересные выставки в Измаильской картинной галерее. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.